На этих кадрах сцена с киностушки, которую все лета начал снимать «Беларусьфильм». Мастацкая стушка про Беларусь объединяла выключено беларуських артистов и музыкантов. В великое гульнявое кино трапил и 16-ти годовый выпускник одиного Украины класса «Лютни», створеного на базе Пинской детской музыкальной школы. Да, это было серьезно, но у меня получилось. Я участвовал в двух эпизодах. Первый эпизод был связан с главным героем, когда мы с ним встретились. А второй эпизод – это я уже играл гостям. Редкое захопление старожитными струнными инструментами и мастерская волода не ими привело Стефана Есеневту не только в кино, а и на кастинг популярного российского телепроекта «Синяя птушка». Но самым покульголовным и значным достижением у жизни музыканта стало третье место на престижном международном фестивале виртуозы гитары. У Санкт-Петербургу, у яким Дарыч и Пинск удельничал у першыню. Все было очень сложно. Жюри были очень нитые. Из Швейцарии, Германии, из России был народный артист Виктор Козлов. Юнак с Беларуси на этом форуме стал одним лютнистом сярод остатних гитарыстов. О пословах ягуньязменного наставника и ведомого белорусского майстра Юрия Дубновицкого, Стефан бодает, что один на Украине, кто скончил же отповедный музыкальный класс, протягивает займаться и плануя поступать в консерваторию. Единственный город, где люди пока преподаются, это Пинск, да и где они производятся пока тоже самое. Надо, чтобы просто этот инструмент слушали в хорошем исполнении со сцены, почаще дети. И не только со сцены, но и с эфира телевизора, и где-то, так сказать, вы слышали, что рассказывают об этом инструменте. Вопытный педагог Юрий Дубновицкий сегодня не только вучит взятей гульнина нетиповых для музычных школ инструментах, но и створяет их уже на протягу 20-х годов. Одна из его лютнин находится в экспозиции Мирского замка. И еще одну набыл гурт Старый Ольса. Появилась сначала группа мастеров, и тему лютни вообще Ягпинске начинали в Беларуси. Потом появились последователи, которые тоже владели, так сказать, информацией об их изготовлении. Тоже стали производиться эти инструменты, и лютни Ренессансы, и барокко. Ну и когда у нас появились первые лютни в Беларуси, то нас первое, что удивило, то, что мы сами еще не были уверены, насколько глубокие, ну, не было информации, насколько глубокие корни лютни на наших землях. Благодаря намаганиям Дубновицкого и агуням многих последовников из Ликуты, кто застался в Беларуси, справа штучного выработка редких старожитных музычных инструментов протягивается. Но видовольно, что для распоусюдживания и популяризации справы отроджения культурной спадшины краины, необходима усебаковая поддержка на державном узровне.